Книга Исход, глава двенадцатая Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня этого месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание, никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому одно то можно делать вам. Наблюдайте опресники, ибо в этот самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день этот в роды ваши, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера, ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израильтян. Пришлец ли то, или природный житель земли той, ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и заколите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Храните это как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал ебтян, и дома наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице. И все первородное из скота, и встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, — Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, — Мы все помрем. И понес народ тесто свое прежде, нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу Своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было четыреста тридцать лет. По прошествии четырехсот тридцати лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон добудет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их.